вот мы некоторые книги читаем слишком рано не по возрасту а некоторые книги читаем слишком поздно и конечно возможно вред от этого будет даже если вреда не будет возможно будет просто бесполезно будет читать эту книгу вот когда мы общались перед этой съемкой насчет нашей темы подобранные именно это в голову мне пришло вот как поступать когда с ребенком в плане воспитания как поступать чему учить чему еще не учить в каком возрасте что каким навыкам приучать его об этом мы сегодня с моей коллегой Зимфир Талгатной поговорим вот именно как я начал с книги да как вы думаете какие книги маленьком-маленьком возрасте положено их читать вообще-то речь не про книги вообще да но хорошо хотела бы ответить на ваш вопрос издалека здравствуйте дорогие родители все мы вот мамы папы когда ждем ребенка все родители о чем просят всевышнего или просто чего-то хотят свои желания выражают чтобы ребенок был здоровым умным чтобы он там был успешным богатым и так далее так далее то есть всего лучшего чего они хотели бы для себя они просят для своего ребенка но знаете мне кажется намного важнее в этот период когда готовимся к появлению детей да когда мы ждем ребенка в этот период очень важно наверное просить и понимать что ребенок придет на этот свет вне зависимости от того какого мы хотим или не хотим он придет такой который заложен на именно вот но очень важно каким бы ребенок не пришел с каким бы особенностями не пришел очень важно чтобы мы родители умели именно нашего ребенка понять но это умение само по себе не приходит поэтому наверное для ребенка в первую очередь было бы полезнее если бы в период когда мы ждем ребенка мы просили о том чтобы нам всевышний нам подарил мудрости как правильно воспитать ребенка и как его понимать воспитание это долгий процесс на много лет давайте разобьем тогда по возрастам да потому что мы сегодня акцентируем свой фокус на возрастные особенности воспитания да именно воспитание в каком возрасте как с ребенком поступать как воспитывать давайте разобьем сначала с рождения да вообще тема вот именно возрастной периодизации это огромная тема и мы сегодня будем говорить не а конкретно например физиологически возрастной возрастных особенностях а мы будем говорить с точки зрения именно педагогики и воспитания что необходимо ребенку в конкретном возрасте и конечно же вот как я говорила мудрость понимать своего ребенка она сама по себе не придет и поэтому родителям очень важно знать о возрастной периодизации как физиологической психологической педагогической поведенческой да то есть возрастные вот эти особенности они очень разные со всех аспектов и и со всех аспектах их нужно рассматривать и знать то есть мудрость она не приходит сама по себе она приходит с опытом но этот опыт нужно подкреплять именно литературой правильной литературой классической литературой хотелось бы начать вот с чего вот ноль 4 от нуля до четырех лет это такой первый период что в это время ребенку необходимо в это время ребенку необходимо чувство безопасности в это время его нужно много обнимать целовать прижимать говорить ты дорог мне там сынок ты красавица у меня доченька я люблю тебя да чтобы именно вот это чувство безопасности что ребенка любят ценят принимают его всего таким какой он есть вот это очень важно почему я активность на этом потому что у нас например не принято если с девочками как-то их более обнимают да целуют то мальчиков у нас отстранено воспитывают и обнять поцеловать лишнего лишний раз мальчика считается как бы это зазорным и лишним да я я замечаю сейчас бы некоторые родители возразили бы нет мы и так там как это можно не любить не обнимать там нет есть такие семьи даже семейные традиции когда я слышал и видел такие семьи когда сын например своего сына при своем отце не ласкал это как бы не положено да это как бы действительно не делает этого и почему не делать сами не могут объяснить потом вы со временем притуплять эти чувства да чем это чревато чревато тем что в этот период закладывается эмоциональный интеллект он чрезвычайно важен для нашего развития уметь не только выразить чувства но и понять себя понять свои чувства они закладываются в этот период поэтому мальчик или девочка это ребенок до четырех лет до лет нужно обнимать ребенка ласкать его и всячески показывать что мы тебя любим это вот первый такой период следующий то что важно и очень хотелось бы подчеркнуть что в этот период важно уважаемые родители в этот период важно очень много играть ребенку играть с ребенком то есть не сам по себе мультики у него включены целый день на телевизоре там мультики youtube какие-то там паровозики синий тракторы и ребенок сам по себе возится нет очень важно уделять время качественное время ребенку тот же паровозик с ним поиграть если смотреть какой-то мультик то вместе с ребенком посмотреть вообще обсудить какие-то моменты да вот чтобы вот этими эмоциями поделиться вот это очень важно и сейчас вот модно сейчас очень много конечно родители беспокоиться чтобы ребенок хотят чтобы ребенок был развит отдают там в почемучки с двух лет да полтора годика да сейчас погоня за ранним развитием да за ранним развитием но раннее развитие это безусловно хорошо но нужно понимать как это развитие должно складываться ребенок и ребенка нужно развивать играя с ним если вы идете какую-то почемучку и там ребенок сидит за партой уже держит ручку и там как-то пытается что-то писать это понимаете это почемучка основанная на абсолютном незнании взрослых особенностей ребенка в это время если вы сами не понимаете например как играть с ребенком такие должны быть центры или люди которые могут вам подсказать да или книги которые вам могут подсказать нужно играть с ребенком изучать цвета играя там изучать фигуры играя с ним даже те же буковки если вы хотите чтобы он изучал ради бога но играя с ним вот то есть не за партой они за столом а именно в игре игра чрезвычайно важно то есть роль игры это как бы баловство но детство проживается тогда полноценно когда ребенок полноценно наигрался наигрался да точно а то мы сейчас как бы больше стараемся занимать ребенка тихо чтобы сидел как бы и поэтому планшеты покупаем youtube есть тут до тихо сидит там но действительно вот эмоциональная часть и вот эта игровая часть очень важно и очень увлекательно она действительно развивает эмоциональный интеллект чем просто сидеть в почемучке как бы какие-то выучивать родители то часто думать так если он чем раньше начинает писать чем раньше познает мир окружающий начнем умнее а готов ли он потом эмоционально вообще-то готов ли он к чему-то другому да как бы хоп это с нуля до четырех лет да ну вот еще с нуля до четырех лет еще хотелось бы отметить да например очень важно гулять с ребенком и во время прогулки не просто вы где-то в телефоне а ребенок там сам по себе играет ну такой такие моменты тоже могут быть и это нормально но а гулять беседуя с ним говоря с ним о деревьях например да вот какие деревья смотри листочек него зеленый взять листочек этот листочек гладкий этот листочек шершавый ребенок понимаешь такой шершавый такой гладкий плотный листок там давай посмотрим на облака смотри какое небо этот цвет там голубой а вы значит вот этот оттенок там бирюзовый и так далее то есть вот такие вот беседы во время прогулки они чрезвычайно важны они очень сближают родителей или братьев сестер когда вот это происходит все вместе вот семейные узы лучше всего а во время беседы вот такой когда мы обмениваемся информацией лучше всего семейные узы именно вот в таком контексте складываются вот это первый такой большой период следующий период это от четырех до семи лет конечно все этот период знают как период любознайки почемучки у дети задают множество вопросов эти вопросы просто бесконечные иногда удивляются как детям приходят такие вопросы в голову да почему да думаю я тоже надо отчет из друга об этом подумала я говорю да абсолютно вот внезапно и что важно в этот период дорогие родители конечно в этот период очень важно вот этот дух любознательность не погасить не погасить очень часто сейчас мы видим как педагоги что родители что дети придя в школу у них нет любознательности они ничем не интересуются аморфный да такие просто вот он пришел да не пришел а у него нет каких-то там супер интересов почему потому что вот этот дух любознательности он был погашен а его надо развивать то есть когда ребенок тебе задает тысячи вопросов на эти тысячи вопросов ну хотя бы на 999 вопросов надо ответить тем более сейчас для этого много от этого есть возможностей да и ресурсов но отвечать на вопросы правильно на многие вопросы мы можем ответить как родители сами а на многие вопросы мы должны показать им что мы как родители как взрослые не все можем знать слушай а давай вот знаешь есть вот такая книжка взять книжку вместе с ребенком взять что такое справочник да кажется что этот навык он не нужен в нашем современном мире но этот навык очень важен то есть взять книжку там справочник какой-то да посмотреть найти ответы не почему не нужен он именно этот навык именно то что не хватает людям то есть находить то есть нужно источники подобрать и оттуда находили извлекать информацию не важно это интернет или справочник не важно в каком формате но самостоятельно находиться сейчас именно этого навыка не хватает. Особенно сейчас у людей университетского возраста. Понимаете, да? Это же закладывается еще там. В школе? Да. Не в школе даже. В дошкольном возрасте. До школьного возраста, да. То есть очень важно отвечать на все вопросы, но не просто отвечать только то, что знаешь ты, как родитель, как взрослый человек, но и искать источники. Что-то в книге, что-то уметь учить ребенка гуглом правильно пользоваться, да? Рассказывать даже уже сейчас дети очень умные. Рассказывать, что есть источники как бы достоверные, да? А есть источники, которые нужно критическое мышление именно в этом возрасте закладывается. То есть, слушай, вот такая информация, ты какую-то информацию, или сейчас ролик какой-то посмотрел, и вместе с ребенком порассуждать над этим роликом, видео, да? Ведь не всегда мы так вот привыкли. Вот ролик покажут, видео покажут, даже ты авторитетный какой-то человек, мы как бы берем на веру. Да, это точно, все правильно, так и должно быть. А давай порассуждаем. И порассуждать, и может быть, вы с ребенком к другому выводу придете. И это хорошо. Да, и та же методика еще внешняя, смотрите, когда мы краткие рассказы по книжкам, по чтению даже, да? Берем, читаем, в конце каждого рассказа есть 3-5 наводящих вопросов. То же самое надо делать с фильмами, там, с чтением, неважно. Если мы что-то получаем, наводясь и вопросом, а как ты думаешь, кто тут виновник, или кто тут, почему он так поступил, да? Как бы порассуждать. Действительно, человек начинает анализировать, и даже критично смотреть на вещи. Да, в этот период с 4 до 7, ну, вообще в любой период, но и в этот период важно уметь подобрать правильный мультфильм, фильм, и смотреть вообще вот всегда нужно стараться как можно фильмов, мультфильмов смотреть вместе с детьми. Почему вот вместе с детьми, во-первых, у детей не будет вот этого доступа круглосуточного к такому мельканию на экране, да? И будут моменты рассуждений, когда вы с ребенком можете порассуждать. И вот ребенка, речевой, вот сейчас тоже проблема в современности, ребенок приходит в школу, а говорить и рассуждать он не умеет. Он отвечает односложно, чаще всего, да? Очень так просто, примитивно, немногие дети умеют рассуждать. Почему, когда я вижу таких детей, я понимаю, что с ними не беседовали, с ними разговоры не велись. То есть родители исполняют свои обязанности, вот как бы накормил, где ребенок чистенький, у него все есть, ухоженный и все. А беседы как бы считаются что-то уже там какой-то блажью, мама очень загружена, папа там работает, дедушке с бабушкой там возраст, им некогда. И вот когда у ребенка нет вот этих нужных разговоров, правильных разговоров, его речь не развивается. Да, во время просмотра просто у него эмоции, да, или что-то он хочет сказать. Даже, смотрите, элементарно, даже вот сами взрослые могут поэкспериментировать. Когда вы один смотрите даже юмористическую программу, вам не так смешно. Да. А вот если есть с кем смеяться, вон тогда смешно. Да? Мультикле – это не важно. Тут очень важно вместе это делать и обязательно подталкивать ребенка к рассуждению, да? Может, если от ребенка не идет вопрос, то родитель пусть, да, там может несколько вопросов задать, и обязательно у ребенка вот эта динамика пойдет, да? Мышление – это дано нам от природы, в принципе. Просто его надо развивать. Да. И когда вот вы смотрите, например, не идете в кинотеатр, а когда у вас есть возможность нажать на паузу во время там просмотра, да, это уже очень хорошо. То есть мы можем нажать на паузу и какой-то момент фильма или контента обсудить. Это классная вещь, которая вот вообще может во многом помочь, когда мы имеем вот такие записи. Это вот что касается детей 4-7 лет. Вот. Теперь следующий момент. То есть, конечно, сейчас, ну, то, что я скажу, это как бы не воспримется ни педагогами, ни родителями, но, знаете, в этот период ну, родители стремятся, да, и педагоги, конечно, к этому стремятся, чтобы ребенок пришел в школу, уже умел читать, писать, там уже школу устанавливают нормы, хотя общепринятые нормы к концу первого класса ребенок 25 слов. Всего 25 слов должен уметь читать. Это стандарты и компетенции. Да, это стандарты, да, госстандарты. А у нас, ладно, скажу, многие, не все, не буду говорить, но многие школы устанавливают и 40 слов уже на момент прихода в школу ребенок должен знать. А, конечно, я бы рекомендовала родителям не заморачиваться на этом. Есть буквальный период, когда ребенок будет, он по-любому, если у него нет дислексии, он по-любому научится читать. Вот, но в этот период что важно? Важно развивать речь, как я сказала, память, то есть все психические процессы, мышление, воображение, не механическое, мышление, воображение и мелкую моторику. Мелкая моторика, играя мелкие детали лего, собирая бусинки нанизывая, отделяя какую-то мелочь друг от друга, развивая мелкую, там, делать штриховки какие-то, разукрашивать, дети разукрашивать не умеют, умеют правильно держать ножницы, делать аппликации, с клеем работать, то есть вот этот огромный пласт, вот этим должны заниматься педагоги в детском саду и педагоги развивающих центров. А дети приходят в школу, умеют читать, писать, но они ножницы правильно держать не умеют, они элементарно клеить не умеют, они говорить как-то не умеют, там, речь у них не развита, мелкая моторика не развита, от этого у него буковки кривые, косые, вот, вот. Ну, эти, эти образовательные центры, дошкольные, да, как бы, конечно, они идут за потребностями клиентов, клиенты, это родители, но я мечтаю, мечтаю о том, чтобы дети вот такими приходили, друзья, чистыми, как белый лист, в школу. И научить их писать, читать, это классическая работа, да, наработанная, да. Да, это вот, что касается периода до 7 лет. Следующий период с 7 до 12 лет. Это, что же это за период? Это период, когда уже ведущей деятельностью становится не игровая деятельность, а учебная деятельность. Академическая. Да, учебная деятельность. И этот период с 7 до 12 лет, это период наработки навыков. Причем навыков, навыков самых разнообразных. В этот период у ребенка большой интерес просыпается ко всему, да, он хочет, и сначала он музыкой хочет заниматься, сначала он на гитаре хочет играть, потом он брейк-дансом хочет заниматься, потом он себе самбо хочет попробовать, потом там на генастику. То есть, и надо давать ребенку возможность все попробовать. если что-то, но одна хитрость есть у уважаемых родителей. Дети, тем более, вот так же, кроме возрастных особенностей, очень важно знать темперамент вашего ребенка. Есть дети, например, холеричного темперамента, они за все с интересом берутся, но как только с малейшими, или сангвиники, да, с малейшими трудностями сталкиваются, все, ему уже ничего не интересно. Так же быстро угасать. Да, то есть, в этот период родители должны, не должны вот бросать, то есть, они должны видеть, что вот трудности пошли, и мой ребенок потеряет интерес. Надо помочь вот этот барьер перейти ребеночку. Вот, и, но все-таки дать ему возможность, если это есть возможность, попробовать все, как можно больше. И важно научиться кататься на велосипеде, кататься на скейте, кататься на коньках, кататься, то есть, вот такие, не только академические какие-то навыки, да, какие-то творческие навыки, но также физические навыки. Да. Попробовать многое. То есть, потому что очень четко надо понимать, что это такой период, период выработки навыков. И, и все вот эти вот моменты, когда у нас нарабатываются навыки, у нас формируются нейронные связи. Формирование вот этих нейронных связей, потом нам уже, когда мы взрослеем, нам уже легче определяться своей деятельностью, чего мы хотим. Поэтому не надо бояться сложного, ничего, да, надо давать ребенку, знаете, есть такое понятие, опережающее обучение. И ребенку тоже надо давать что-то потяжелее, чтобы ребенок, знаете, проблема умных детей, я всегда в чем говорю, в том, что им все легко дается, особенно в дошкольном возрасте, все так легко, они поэтому в детском саду лучше, и везде лучше, потому что им все легко. И родители таких детей не имеют возможность, они не видят, то есть, как ребенок себя ведет, когда он с трудностью сталкивается. А это происходит в школе. Это называется большая рыба в маленьком пруду. Да. То есть, мы вот до этого подкаст снимали, вот там был кусочек, поэтому я сейчас не буду это очень развивать, но вот это, то есть, до 12 лет, это период выработки навыков. Значит, в этот период, помимо академических, как письмо, чтение, так арифметика, еще нужно уметь кататься на велосипеде, на роликах, на скейте, вот такие физические, да, плавать, между прочим, очень важно, и так далее. Если, конечно, у вас в семье положено, и вы этим занимаетесь, более экстремально тоже, лыжи, там, я не знаю, сноуборд, пожалуйста, именно в этот период. Да, и еще важно не бояться ошибаться, то есть, вот эти трудности, про которые я говорила, то есть, очень важно помочь ребенку вот эту ошибку понять, принять, уметь из этой ошибки вывести свою выгоду, понимать, почему произошла эта ошибка, и что надо для того, чтобы в следующий раз сделать по-другому. И в любой период детства, вообще, не только детям, и взрослым-то людям нужно, но и в этот период, особенно родители, они должны понимать, что родители меня любят не из-за оценок, не потому, что я хороший мальчик или хорошая девочка, а потому, что просто я, у них есть, ну, к мальчикам чуть по-другому, то есть, и как мы говорили, мы хвалим их не личностно, а за их достижения, да, оцениваем их достижения, то есть, вот в этот период не надо бояться ошибаться, и не надо гнаться за оценками. Да, точно. А еще я бы хотел приметить, что, когда мы в этот период отдаем ребенка в какой-то кружок, надо понимать, что мы ожидаем вообще, потому что я видел родителей, которые отдают своего ребенка в футбольный кружок, например, в футбольной академии сейчас очень развивается, они говорят, да, ребенок действительно желает, потом через две тренировки, все, он не хочет идти, а он меня спрашивает, почему, он же этот футбол любит, он футбол любит, он тренировки не любит. Да, дисциплина там, там есть своя дисциплина. А футбольная академия это не то, что сейчас наш физрук там кинул мяч, играет, а это, значит, разминки, это нагрузки, да, там упражнения разные, потом в конце там минут 20 поиграются, да, как бы, наработки разных этих, а ребенок этого не видит, приходит и говорит, скукотища, все не хочет. Поэтому нужно подобрать, если вы, конечно, профессионально хотите, надо приучать ребенка, а так, если игра, пусть играется. Игра это очень мощный, вот этот, стимул для развития. Да, и вот хотелось бы отметить, очень многие родители понимают, вот не надо расстраиваться за оценок, принимают это как, ну, вообще не обращают внимания на оценки. То есть оценка, что такое оценка? Это наш сигнал, вот мне, как родителю, это сигнал. То есть если, я, например, знаю, что мой ребенок там может учиться там на 5, условно говоря, то есть все понимает, а вдруг он стал получать по этому предмету, там, четверки. То есть мы не должны говорить, ой, ничего страшного, мы не должны ругать его за эти четверки, да, а должны понять, где он, например, по математике, что недопонял, что у него пошел такой, как бы, скак. И ребенок не должен, настолько должны быть доверительные отношения, что ребенок не должен бояться притискать, мам, ты знаешь, вот сейчас у нас там по науке вот такая-то тема пошла, с водой связанная, а я вот не понимаю, например, какие-то моменты, то есть, поэтому вот я сегодня не получил пятерку, получил четверку. То есть, и мы должны как родители понимать, что вот здесь что-то мы можем ему додать, дообъяснить. Если сами не можем, то попросить учителя, чтобы еще раз акцентироваться на этих моментах. так, значит, мы пошли уже в школу. Да. Мы уже в школу, начальную школу уже отучились. Да. Теперь период самый интересный, самый сложный период, да. И переломный момент тут начинается. с 13 до 17 лет. Знаете, многие родители говорят, что с каждым кризисом возрастным, они понимают, что то, что было до этого, и нам казалось, что это ужас, это все цветочки. А каждый новый кризис свои трудности несет. Вот период с 13 до 17 лет, это период подростковый, и он чем характеризуется? Тем, что в этот период ребенка начинает все раздражать. Раздражать его родители, его там братья и сестры, его родственники, взрослые, учителя. Но и взрослых начинает раздражать, вот родители конкретно, начинает раздражать его, казалось бы, такой любимый, хороший ребенок, там, принцесса, такой у меня был умный мальчик, что теперь с ним стало. Вообще, это нужно понимать одну вещь, природой заложено, то есть это нормально, когда дети нас раздражают в этот период, и мы детей, это заложено генетической природой, так, вот, и это нормально. А что характерно для этого периода, и что, вот на мой взгляд, помогает этот кризис пубертата пережить, как бы, легче? Вот у кого, у каких детей этот кризис ярко проявляется? У детей, которые были, у которых этот навык самостоятельности не развит, которые находятся всегда под колпаком и под таким, знаете, перекошенным наблюдением родителей. У нас ведь и в школе, вот мы свои можем видеть, из-за своего беспокойства родители уже взрослый ребенок, он уже там заканчивает начальную школу, они вот буквально утром доводят его до парты и буквально прям с класса его забирают, то есть ребенок даже не может выйти к воротам самостоятельно, то есть это перекос. И перекос это к чему может привести? К тому, что или ребенок потеряет вообще всякий интерес ко всему новому, вообще ко всему происходящему, или ребенок начинает агрессировать. И в этот период, дорогие родители, очень важно, то есть если у нас до 12 лет был период наработки навыков, то теперь с 13 до 17 лет это период так называемых умений. Что это значит? То есть элементарное умение пойти самостоятельно получить паспорт, пойти самому, мне что-то там заболело, пойти в поликлинику самому, или у вас есть там семейный доктор, или в какую-то частную клинику выходите, то есть самому ребенку пойти в клинику, если это, конечно, не какой-то там серьезный диагноз, самому написать какое-то заявление, вот, то есть вот эти умения, к сожалению. Самому обращаться к завучу, к деду, по крайней мере. Да, у меня проблема, например, да, там с одноклассниками, я должен правильно подойти там к учителю своему или к завучу и выразить эту проблему, в чем эта проблема, самому, не родителям жаловаться, с родителями делиться надо, но не жаловаться, только им, не решив самому, и попробуй самому решить проблему. Но для этого и родитель должен сказать, ну-ка ты попробуй решать с директором, или с учителем, с классным руководителем, или же и в то же время эти руководства школы тоже должно быть открыто и как бы открыто диалогом призывать подростков, пубертатов, да, именно на это. есть вопрос, подойди, спроси, да, как бы, можно договориться, договоримся, нужно ли решать что-то, рассказывай мне, да, вон тогда, само собой, это они начинают, вот мы же, я же здесь пробыл, да, и до сих пор призываем, вот когда родители седьмого класса учеников, да, шестого класса учеников приходят там по разным мелочям, да, обращаться, я говорю, а можно я с учеником завтра поговорю или сегодня же? И когда мы с учениками общаемся, все, на самом деле проблем нет, но даже если есть, оно решается на этом же уровне, это действительно помогает, и они приобретают вот эту уверенность, и плюс к этому они более довольны собой становятся, потому что их слушают, их ценят, их мнение, да, во что-то ставят. Потому что главная потребность у детей этого периода, это потребность в самостоятельности, и вот эта самостоятельность, она удовлетворяется. Сейчас, например, чтобы оплачивать какие-то счета за коммунальные услуги, например, ходить никуда не надо, все в мобильном приложении, то есть ребенок уже в этом возрасте, вы можете дать ему поручить, поручить, да, давай вот, уже он вполне может знать, и вы можете знать его, научить, сколько стоит там кубометр воды, киловатт света, и смотри, открываем там приложение «Мой дом», как это у всех, да, смотри, сколько у нас здесь осталось, как думаешь, на месяц нам хватит, или надо еще, и это ребенок сам должен делать, да, то есть вот такие вот моменты, вот когда вот этой самостоятельности у ребенка нет, тогда кризис появляется ярко, и, конечно же, в этот период очень важно поддерживать интерес ребенка, если он к чему-то выразил интерес, это значит, он уже этим хочет заниматься более серьезно, нужно постараться этот интерес удовлетворить, также в этот период также важно вместе с ребенком смотреть какие-то, например, фильмы, обсуждать, ролики какие-то обсуждать, да, в этот период ребенку очень важно видеть вообще не только как мы живем, наша семья, там, семья моих друзей, например, если это финансово обеспеченные, да, люди, у них, у детей финансово обеспеченных людей есть свои проблемы в том, что у них меньше самостоятельности, потому что у них есть водитель, которые их привозят, они очень часто, вот сейчас, ладно, ходобеды там с Яндексом освоились, как-то могут вызвать, да, но у них там домработница убирается, они, у них нет такой обязанности свою комнату, например, там содержать в чистоте, да, они не приучены к этому, и вдруг, когда родитель вдруг хочет этого, а ребенок уже этого не умеет, и он этому активно сопротивляется. И, да. Еще одна особенность есть, именно подростков, когда вот пубертарный период только начался и продолжается. Это отдаление ребенка, эмоциональное отдаление ребенка от родителей. Нередко встречаются случаи, когда 14-летнего мальчика своего, говоришь, тянешь на дачу, давайте поехали на дачу, а он говорит, нет, не хочу, я дома хочу остаться. Или, конечно же, 12-летний ребенок уже тебе, не подходит к тебе, не прыгает, не обнимает, да, на пороге. Это естественно. Вот это родители тоже переживают. они думают, а что-то случается с ним. Это нормально, это эмоциональное отдаление. Это не значит, что ребенок больше не любит родителей. Просто вот в такой период. Да. Здесь нужно особо осторожным быть. И что вот в этот период хотелось бы отметить, в этот период у всех, у всех, вне зависимости от воспитания, от его каких-то умственных качеств, от его учебы, вне зависимости, у всех просыпается желание нравиться противоположному полу. Да. И родителям надо понимать, что это нормально. Но надо правильно объяснять, как нужно. Запрещать не нужно. Вот сейчас очень у нас строго с этим именно запрещают. Девочки, если не дай бог узнают, что она там общается с мальчиком, ее запирают в доме. У нас были случаи, когда в школу там запрещают ходить, все отбирают. Это ни к чему хорошему не приведет. То есть нужно правильно именно быть на связи здесь с ребенком, не запрещать, а правильно объяснять, как нужно общаться, как можно общаться, где дозволенная грань такого общения, а чего делать не нужно. Это нужно не только девочкам, но и мальчикам правильно объяснять. То есть родителям надо понимать, что желание нравиться мальчику или девочке, это нормально, это не страшно. Просто с этим... Это естественно. Это естественно. Заложено на природу. И еще в этом возрасте же как бывает. Понравился кто-то, да? Мне понравится кто-то не потому, что это он мой идеал, просто он стал ко мне или она стала ко мне и там какое-то внимание. Да. Из-за того, что к тебе какое-то внимание стали обращать, все, мальчик может влюбиться уже в девочку, да? Не потому, что она его... Он даже не знает, какой его идеал. Как бы, да? А, кстати, от этого подростки очень сильно еще страдают от этих чувств, да? Но, конечно, сейчас взрослым легко говорить, а, это ерунда пройдет там. Но вот это вот точно говорит. Да, пройдет, пройдет, но смысл ему это объяснять. Для него же это самая большая проблема сейчас. Как бы, да? И еще вот, что хотелось бы отметить, вне зависимости от финансового положения, в этот период, вот с 13 до 17 лет, нужно давать возможность ребенку законно потихоньку учиться зарабатывать. То есть, какие-то там летний период, да, каникулярный период, какие-то моменты, когда он может заработать. Тогда он понимает ценность денег, что вот я столько-то работаю, а вот получил вот такую-то сумму, и эти суммы уже, он знает, умеет оплачивать счета, умеет самостоятельно делать покупки в магазине, да, составлять список базара. То есть, вот эти навыки, вот эти умения, когда у него есть, тогда он уже с умом относится к деньгам. То есть, более бережно. Но сейчас, к сожалению, родители, вот, очень многие думают, ну, как придет период, наработается там, институт закончит. Ну, если этот навык не дать, сейчас немалое количество молодых людей, которые работают пять месяцев там, годик там, полгода там, у него нет вот этого навыка самостоятельно проблемы решать, у него все плохие. Да что вы говорите? Потому что в пожарственном периоде это не заложилось. Да, смотрите, за парня 24 года, 24 года это уже мужчина, за него пришел отец в университет получить справку о том, что он там учится. Что тут сложного? Во-первых, справку ты получать имеешь право, это твое право. Идешь, деканат скажет, тебе за пять минут выпишут. Отец пришел. А зачем? Непонятно. Он делает его из своего пацана, парникового. И теперь вот 24 года ему и работу ищет, и справку получает. Я не знаю потом, что будет. А когда он женится, тоже все проблемы за него решать будет. Нереально. Вот, наверное, оттуда и закладывается. От не... То есть своевременно, теперь этому 24-летнему, да, если теперь сказать, короче, давай ты сам плыви, да, самостоятельно, теперь не получится. Вот это как раз то, что я вначале говорил. Вот некоторые книги в свое время надо читать, как бы. Слишком поздно отдавать какую-то книгу и сказать, вот, давай сопереживай с этими персонажами, нет смысла. Да. Поэтому вот, то есть вот эти возрастные периоды и знать возрастные периоды должен каждый родитель. Ну, родители-то знают, но понимать, каждый по-разному, по-своему знает. Надо знать из достоверных источников. Да. А не из опыта, там, соседки, например. Соседку тоже послушать надо или подругу послушать, как у нее. Но для этого нужно самим родителям читать, развиваться, чтобы быть грамотными родителями. Ну, видите ли, сейчас разного контента, да, эти разные источники есть. Даже психологи, педагоги-психологи, я не знаю, может быть, псевдопсихологи тоже очень сильно противоречат друг другу. Да. И вот это глобальный поток информации тоже, это его никак не интернет нельзя закрыть, да, например. Да, и мы не хотим. Но там есть действительно разные мнения и приемлемые, неприемлемые, обоснованные, необоснованные. Вчера, если британские ученые это доказали, сегодня обратно и доказывают. Эти же британские ученые аж до анекдота доходят эти доказательства британских ученых, да, как бы. Что бы ни было, всем желаем хорошо воспитанных детей. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова